Август Считается, что праздники и совместно проведенные каникулы могут укрепить семью и наладить отношения. И супруги перед отпуском на это рассчитывают. Однако статистика показывает, что чаще всего ожидания не оправдываются. И по возвращению в рабочий режим в августе люди подают заявление о разводе. Однако это мнение зарубежных экспертов вызвало немало споров. Я не уверена, что супружеские пары делают на это ставку. Часть из них может быть да, но далеко не все. И до самого путешествия немногие доходят, потому что если вы в ссоре, если вы в конфликте, в тяжелом, затяжном и не можете договориться друг с другом, ну это очень слабая надежда, что совместный отпуск поможет. Это как бы вот мертвому припарку. Согласно статистическим данным в Тюменской области, пик подачи заявления о разводе в 2015 году действительно приходился на третий квартал. В частности, на август и сентябрь. А вот в 2014 и 2013 годах больше всего решений развестись было принято в четвертом квартале. А именно в декабре. С чем же это связано? Если мы посмотрим на месяц вперед, там будет сентябрь и январь. И в нашем обществе традиционно это время начала чего-то нового. Новый учебный год, новый рабочий год или просто новый год. И я думаю, что срабатывает такой психологический аспект – это завершение дел. Я планирую, например, начать новую жизнь, начать что-то там с нуля, избавиться от старого, от того, что меня тяготит. Помимо того, что август – рекордсмен по разводам, его еще называют месяцем катастроф и чрезвычайных происшествий. Судите сами, на 24 августа 1979 года пришло и знаменитое извершение Везувия, которое привело к гибели трех городов Древнеримской империи. 22 августа 1986 года вулканическое озеро Нес в Камероне начало выделять углекислый газ, от которого задохнулось почти 2000 жителей ближайших деревень. 1 августа 1914 года – начало Первой мировой войны. Вспоминается и недавнее землетрясение в Италии. Так в чем же причина августовского синдрома? Ученые считают, что в солнечной активности, которая в этот период достигает своего максимума, все живое и неживое на планете приходит в движение, как результат – страшные ливни, смерчи и землетрясения. Очередная проверка на прочность позади, что приготовит нам август 2017 покажет время. Кристина Смирнова, Сергей Мякишев, Тюменское время. Кристина Смирнова, Сергей Мякишев, Тюменское время.